Свой профессиональный праздник анестезиолог-реаниматолог Рязанской областной клинической больницы Мария Евсикова встречает в так называемой красной зоне. Инкубация трахеи, установка зондов, катетеризация центральных вен, а в период пандемии часто еще и оперативное вмешательство. Эти заученные на зубок внутренние протоколы ежедневно спасают десятки жизней, о себе эти люди всегда думают в последнюю очередь, главное – передовая. Существует такой миф, что анестезиолог делает укольчик, пациент засыпает и ждет, пока хирург закончит работу. На самом деле это не так. Анестезиологи-реаниматологи во всем мире считают самыми умными врачами. Мы работаем со сложнейшей техникой и оборудованием. Во время операции мы следим за жизнеобеспечением больного, то есть за его сердечно-легочной дыхательной системой. Анестезиолог – профессия комплексная. Вопреки расхожему мнению от квалификации реаниматолог, ее сегодня отделять нельзя, говорят врачи. Снимать страдания и сопутствующие синдромы по-прежнему основная их работа. Но задача специализации куда шире. Пандемия ковида, она дала новые вызовы во всех отношениях для всех видов медицины. Это и для пульмонологии, и для терапии, и для кардиологии. На первый план вышли анестезиологи-реаниматологи, поскольку пандемия привела к тому, что люди, которые имели какие-то сопутствующие заболевания, но на фоне обычного течения жизни справлялись с ними, будь то сахарный диабет, заболевания сердца, бронхиальная астма, хроническая абстрактивная болезнь легких. Но когда на них нападала эта беда в виде ковида, происходит резкая декомпенсация всех этих хронических заболеваний. В первую очередь, как я уже говорил, анестезиологи-реаниматологи приходят им на помощь. Зара Газарян свою специальность травматолог-ортопед выбрала под личным впечатлением. ДТП, трагическая случайность, едва не стоившая ей жизни, привела тогда еще студентку первого курса медицинского вуза в реанимацию. Работой бригады врачей она была буквально восхищена. Я, например, ни на минуту не вспоминала о боли, благодаря тому, что меня грамотно обезболивали реаниматологи, и тому, что правильно были зафиксированы мои переломы. Я выбрала свою специальность, увидев, как мне правильно вставят вытяжение, и говорю, тоже так хочу, и чтобы люди тоже не чувствовали в дальнейшем боли и комфортно выздоравливали. Сегодня Зара квалифицированный врач реанимации ДТП. Работа анестезиологов-реаниматологов ее по-прежнему впечатляет, но теперь уже они коллеги, которые помогают ей возвращать людей к полноценному существованию. В нашей больнице работает 60 анестезиологов-реаниматологов и около 130 сестер-анестезист. Нашу больницу сейчас возглавляет тоже врач-анестезиолог-реаниматолог. Все они находятся на передовой, больше всех рискуют своими жизнями, здоровьем. Поэтому сейчас я всем желаю удачи, здоровья, гладких наркозов, легких интубаций и, наверное, просто Божьей помощи. Анестезиологи-реаниматологи – первые, кто встречает больных перед операцией и те, кого пациенты первыми видят после. Врачи, облегчающие боль и возвращающие к жизни. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова